Всем привет! Не так давно мы испытывали на прочность гидравлическим прессом два механических домкрата, номинальной грузоподъемностью 1 тонна. Первый домкрат сдался уже при давлении около 2 тонн. Второй домкрат производства СССР тоже грузоподъемностью 1 тонна, но начал сдаваться он только при усилии в 30 тонн. Сегодня мы испытаем на прочность гидравлический домкрат. Что сильнее, гидравлический пресс или гидравлический домкрат? Кстати, если вам нужен гидравлический домкрат или другая полезная штука, заходим на Е-каталог, вбиваем в строку поиска, к примеру, домкрат, выбираем нужные нам параметры, гидравлический, грузоподъемность до 2 тонн, ну и небольшая высота подъема. Сортируем по цене от дешевых к дорогим, нам для этих целей дорогой домкрат не нужен. Чем интересно отличается от самый дешевый домкрат, от такого, допустим, средненького. Так, разница в их максимальной высоте подъема, ну нам это не принципиально. Вот такой вот домкрат я выбрал на Е-каталог. Ссылка на Е-каталог будет в описании к видео. Сейчас посмотрим, что же нам там пришло. Мы люди русские, инструкцию сразу вон. Ну, честно говоря, все-таки не мешало бы прочитать сразу инструкцию. Рассмотрим его более детально. Так, грузоподъемность 2 тонны. Не допускайте превышения максимальной грузоподъемности. Ну, сегодня, я думаю, мы ее превысим раз так в 50. Такой красивенький домкратик, ну, честно говоря, вот жалко его портить. Ну, вы же хотите увидеть результат? Пресс в данный момент находится в состоянии покоя. Сейчас мы попробуем домкратам его чуть сдвинуть. О, немножко даже получилось. Но теперь наоборот. При достижении усилия в 20 тонн, шток домкрата стал продавливаться вниз. Но дальше он выдержал всю максимальную нагрузку. Кстати, здесь яркий пример того, что происходит, когда пресс развивает максимальную свою силу. Многие в комментариях пишут, что пресс тогда сломается. Нет, он не сломается. Просто сработает автоматика и он отключится. Все-таки добьем этот домкрат до победного конца. Крепкие орехи. Ну, а что, практически цельный кусок металла. Внутри немножко масла. Ну, там резинок немножко. Ну, а основное это железо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда давили этот домкрат, повредили некоторые элементы пресс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пишите в комментариях, кто вы считаете победил, гидравлический пресс или гидравлический домкрат? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА